Всем привет! Это IT не обойти и я Оксана Ачхасова. Чем больше я погружаюсь в мир высоких технологий, тем больше понимаю, что ничего в этом не понимаю. Изобретения в IT-сфере появляются каждый день, мир становится все более динамичным и все более актуальной становятся фразы из Алисы в стране чудес. Тебе нужно бежать, чтобы просто оставаться на месте, а чтобы попасть куда-то, придется бежать в два раза быстрее. Как не отстать от технологии и не остаться на обочине новой технологичной жизни поговорим сегодня. Как пели в фильме про электроника, до чего дошел прогресс. Человечеству уже не хватает собственного мозга, хотя и он, как утверждают ученые, используется далеко не на 100%. Все больше новостей во всемирной паутине связаны с искусственным интеллектом и нейронными сетями. Последние помогают ученым всего мира обрабатывать огромные массивы данных, позволяя машинам распознавать объекты, узнавать лица людей, обрабатывать и понимать человеческую речь и совершать максимально точные переводы с одного языка на другой. В данный момент ученые сосредоточились на создании специальных процессоров, воссоздающих работу человеческого мозга. Машины уже могут самообразовываться и развитие искусственного интеллекта стремится к созданию машин с сознанием. С одной стороны, это пугает и страхи подкрепляются художественными фильмами про восстание машин, а с другой дает надежду, что благодаря искусственному интеллекту и нейросетям мы сможем понять, как устроено наше сознание, наша память и наша способность принимать решения. В Чебоксарах темы нейросетей тоже не остается без внимания. Нейроконференция городов по Волжье, которая состоялась не так давно, позволила еще раз поразмышлять на тему искусственного интеллекта и его использования для упрощения нашей жизни. О том, как это было, расскажем в следующем сюжете. Компьютер, в отличие от человека, не умеет рассуждать. Искусственный интеллект не замечает тех мелких деталей, которые жизненно важны для понимания мира. Нейронные сети были разработаны в 50-х годах прошлого века как потенциальное решение этой проблемы. Сейчас с помощью этих технологий можно создать, к примеру, автомобиль с беспилотным управлением. В сфере развития информационной технологии одно из направлений, которое требуется для, так скажем, некого рывка, это искусственный интеллект. И одним из самых перспективных направлений в развитии искусственного интеллекта считаются сегодня нейросети, которые должны в принципе позволить решать такие задачи, как беспилотное управление автомобилями, распознавание лиц, распознавание речи. То есть очень много таких интеллектуальных задач, которые хотелось бы видеть, чтобы наш мир поменялся к лучшему. В последние годы интерес к нейронным сетям в России только растет, и профильная конференция собрала в Чебоксарах специалистов со всего Поволжья. Более того, это лежит в таком, не побоюсь сказать, тренде современном, который есть в науке и технологиях, не только в России, но и во всем мире. Часто вы, наверное, знаете, что в России стартовала национально-технологическая инициатива. Вот одна из дорожных карт этой национально-технологической инициативы называется нейронет. То есть это использование нейротехнологий в, так скажем, в жизни людей. Вы, наверное, много слышали про различные, ну и слышали и видели про различные системы ассистирования, скажем, водителю во время движения, когда автомобиль оснащается различными интеллектуальными опциями, которые помогают водителю ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. Ну, распознают какие-то детали, там, скажем, дороги и так далее. Ну, много сейчас говорят тоже о создании беспилотных автомобилей, беспилотных транспортных средств. Ну, и, собственно, те технологии, которые туда закладываются, они во многом базируются на нейронных сетях, на искусственных нейронных сетях, которые в современном, так скажем, состоянии их развития в научном плане позволяют делать очень-очень многое. Я уверен, что в ближайшем будущем они позволят еще больше, вплоть до достижения функционала настоящего, будем говорить, такого, настоящего искусственного интеллекта. Участниками конференции стали в первую очередь заинтересованные в развитии нейросетей. Несмотря на выходной день, в конференц-зале собрались около 130 человек. Вы можете сравнить вот эти нейронные сети, которые обычно на кластерах раздуманы, с потребляемой мощностью, я имею в виду в киловатт, ватт, с мощностью, которую потребляет человеческий мозг. А еще раз для того, чтобы развить это суперразумное представление о том, что сейчас происходит, я не знаю ни одной нейронной сетки, которая бы, вот как бы, могла бы прийти сюда и сделать доклад. Кроме того, чтобы распродавать, или там, звуки, или даже, как все, нахрепатрисы. Можете? Нет, конечно. Понятно, что... При этом сами докладчики отмечают, сейчас в нашей стране специалистов, занимающихся развитием таких систем, не хватает. Мы в свое время изучали вопрос о активностях в области нейронных сетей, и выяснилась одна довольно неприятная вещь, что, в принципе, активность очень сильно уменьшилась где-то в 2006 году, и это было связано с тем, что команды людей, которые занимаются разработкой в области искусственного интеллекта и нейронных сетей, были вывезены в США и Японию. И, как бы, сейчас надеемся, что вот такие вот активности, да, то есть они помогут возродить, поддержать разработчиков, людей, активистов, да. И сейчас, как бы, в стране, в принципе, ситуация с наукой, экономическая ситуация, она уже становится другая, более оптимистичная, да. И будем надеяться, что и со стороны правительства, и чиновников, вот эта вот деятельность, она получит свою поддержку. Создатели нейронных сетей вдохновлялись устройством человеческого мозга. Нейросеть – это самообучаемая система. Она может извлекать новые знания из всего, что получает. Поэтому в будущем нейросети могут применяться практически в любой деятельности. Тема, она и нова, и стара. Потому что развитие нейронов в республике и в России в целом, оно идет импульсивно. Есть этапы, когда это развивается, есть этапы, когда проходят определенные, типа, застои. Для нашей республики использование нейтрона, это возможно здесь, в отрасли нейтронно-технической промышленности. Вот сегодня ребята из Ульяновска, они занимаются использованием нейронов на железной дороге. Ребята из Татар-Сан занимаются развиванием нейронов на автотранспорте, на комате, в частности. Вот для нашей республики характерно, я думаю, это нейтронистская промышленность. Поэтому этот класс, он сильный, а использование нейронов в этой системе, в этой отрасли, оно и реальное, и перспективное. Ну а для того, чтобы продвигать технологии, участники конференции в Чебоксарах решили создать профессиональное сообщество, в которое сможет вступить каждый, кому интересно это направление. Собственно, и сама конференция прошла только потому, что в столице республики есть небезразличные люди. Челопытство, желание познакомиться с интересными людьми, желание, чтобы мои коллеги и сограждане ознакомились с этой технологией. Наверняка у кого-то появится желание глубже ее изучить, но никак кто-то это включит в свою профессию. Ну и хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили регулярно, и можно было бы получать новые знания и связи, и нейронные, и человеческие. Если бы кто-то другой бы организовал, по-моему, я с удовольствием пришел бы, но никто не организовал, поэтому пришлось сделать это самим, чтобы послушать хорошие, интересные доклады на эту тему, чтобы погрузиться в нее, понять, что в ней происходит, что нас ждет, какие эксперименты делать, какие результаты есть. Это любопытство, прежде всего. ИТ-специальности с каждым годом становятся все более востребованными. И это закономерно. Сейчас без ИТ никуда. Вокруг нас появляется все больше робототехники, строятся умные дома, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Там можно купить, продать, устроиться на новую работу, создать новую реальность, делать бизнес, упростить работу другим, создавая программы и приложения. Мы погрузились в информационные технологии с головой. Как успеть отследить развитие технологий и быть востребованным специалистом? Как получить нужное, а главное полезное образование по востребованной специальности? И можно ли это сделать в Чувашии? Наши журналисты, похоже, нашли ответ на этот вопрос. Смотрим сюжет. Сфера ИТ-технологий стремительно развивается, и образовательные стандарты в вузах за ней попросту не успевают. Да и те, кто работают в отрасли, не готовы бросить любимое дело ради полноценного преподавания. Однако сейчас университеты все чаще идут на сотрудничество с профильными компаниями, создаются базовые кафедры. Эта идея не нова. Студенты приходят на какое-то конкретное предприятие, посещают лекции, семинары, проходят стажировку и в перспективе имеют возможность получить работу в компании. Такая практика существует и в Чувашском госуниверситете. В списке партнеров вуза прочно закрепилась компания K-Systems. Это выгодно для всех участников соглашения. Открытие базовой кафедры – это очень логичное действие. Почему? Потому что мы работаем уже несколько лет очень активно с компанией K-Systems по целым ряду направлений. Как минимум три аспекта я выделю. Это профориентация и в рамках этой работы мы сотни и сотни ребят, школьников направляем на экскурсии именно в эту компанию. Здесь им очень квалифицированно, доходчиво, интересно рассказывают о всех перспективах профессии программиста. Мы получаем ребят, которые идут на факультет информатики и врачей техники, на факультет прикладной математики и физики информационной технологии и попадаем практически в десятку точную цель. Потому что они видят место своей будущей работы. Второе – это подготовка, вот сегодня это стало возможным благодаря открытию базовой кафедры, уже практикоориентированного специалиста, который в ходе обучения, собственно говоря, готов быстро включиться в производственный процесс по окончании вуза. Университет получает возможность сделать учебную программу более актуальной. Компания имеет на выходе готового специалиста, студент знает все особенности работы в той или иной сфере и, если есть желание, получает рабочее место. С открытием кафедры ребята, которые поступят на факультет ИВТ, будут часть учебного дня проводить в офисе компании-партнера. Это позволит детально понять внутренние технологические процессы и приобрести практические навыки. Ну так получилось после 11 класса, когда многие абитуриенты не знали, скажем так, куда идти. Я решила все-таки пойти в IT-сферу, а там уже как бы на самом факультете нам очень хорошо описывали эту компанию. Мы ходили на экскурсию, также и сейчас ходят студенты на эту экскурсию в компании K-Systems. И очень понравилось, решила, что я должна сюда попасть. В K-Systems, как признают представители компании, работает достаточно большое количество выпускников Чувашского госуниверситета. И все они творческие люди. Многие думают, когда выбирают профессию айтишника, вытуют такое мнение, что это якобы скучная профессия. Ну что там, сидеть целыми днями за компьютером, шелестеть клавиатурой. Но на самом деле, конечно, это все совсем не так. И мы пытаемся всем, кто к нам в гости приходит, знакомиться с нами, доказать, что это совершенно не так. Может быть, не все знают, что российское законодательство приравнивает написание программопродукта с написанием литературного произведения. И защищает его таким же образом. То есть написание программы – это очень творческий процесс. И поэтому, конечно, красивые программы способны писать только очень творческие люди. Каждый раз, получая на телефон смс незнакомого номера с текстом что-то вроде «Привет, как дела, срочно нужны деньги, скинь 200 рублей на телефон» и так далее, я не реагирую и быстро удаляю сообщения. А многие покупаются и переводят. Особенно это касается старшего поколения. Ведь они склонны верить людям. А если в смс еще будет обращение «мама», то вероятность попасть в лапы мошенников почти 100%. Все чаще нас пытаются запугать блокировкой банковских карт, вирусами, присылают непонятные ссылки. И всегда находятся наивные люди, которые верят каждому смс, заходят на каждую ссылку и переводят свои деньги мошенникам. Я не устану повторять. Будьте бдительны. Не попадайтесь на уловки мошенников и проверяйте любую информацию. Вот вам несколько типов обманных смс и рекомендаций, что с ними делать. Тип 1 под кодовым названием «Мама, я в беде». Такие сообщения чаще всего приходят вечером или поздно ночью и отправлены с незнакомого или неопределенного номера. Что делать? Не волноваться. Если вы попробуете позвонить, то номер будет недоступен. Поэтому просто проигнорируйте сообщения. Если сомнения остались, позвоните детям на их личные номера, чтобы убедиться, что у них все хорошо. Второй тип «Перезвони немедленно». На этот раз в смс не пишут о переводе денег, а просят перезвонить, что часто не вызывает подозрений. Что в результате? Звонок на этот номер платный и с вас спишут несколько сотен рублей за беседу с незнакомым человеком, который будет всячески затягивать разговор. Что делать? Позвоните ребенку на его личный номер, а не на указанные в сообщении. Если дозвониться не удалось, то спросите по смс, кто пишет. Третий тип «Смс от банка». Здесь могут быть несколько вариантов. Например, ваша карта заблокирована. Что делать? Сохранять спокойствие и не перезванивать. Если вы позвоните по указанному номеру, то мошенник представится службой безопасности или клиентским сервисом банка и начнет разблокировку. Для этого он попросит вас назвать номер карты и пин-код или код CVV. Этих данных достаточно, чтобы проводить любые платежи с вашего счета. Помните, сотрудники банка никогда не спрашивают такую информацию. Еще один вариант обмана – перевод. Вам кажется, что в опасности ваши деньги, и вы начинаете звонить. Дальше схема, как в предыдущем случае. От вас получают информацию о карте, и вы оказываетесь в минусе. Не поддавайтесь на провокации. Банки так не пишут, и главное, они не присылают смс с федеральных номеров. Еще один тип, участившийся в последнее время под кодовым названием «чужие деньги». Сначала вам приходит смс о зачислении денег на счет, а через несколько минут – смс об ошибке. Обратите внимание на номер, с которого прислано первое сообщение. Банки никогда не шлют смс с непонятных номеров. Обычно в поле отправитель стоит название банка словами или короткий номер 900, как у Сбербанка. Если все еще сомневаетесь, проверьте состояние своего счета и убедитесь, что ничего не поступало, и вы никому ничего не должны. Главное в любой ситуации – сохранять спокойствие и не совершать поспешных действий. Технологии делают нашу жизнь намного проще. Согласитесь, удобно расплачиваться за покупки прямо со смартфона или пополнять счет карты, положив деньги на свой телефон. Мегафон предложил для своих клиентов новую услугу – собственную банковскую карту. Как она работает и как упрощает жизнь, смотрите в следующем сюжете. Уже больше месяца абоненты Мегафона в Чувашии могут пользоваться и пользуются уникальной банковской картой. Ее счет – это счет мобильного телефона, и деньгами с баланса можно оплачивать совершенно любые покупки. Я решила сама протестировать карту Мегафона, чтобы понять, чем же она так привлекательна. А поможет мне в этом Владимир. Он оформил карту практически сразу, как она появилась в салонах Чувашии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Чтобы оформить карту, нужно прийти в ближайший салон Мегафона Ритейл и иметь при себе паспорт 10 минут свободного времени. Отлично, пойдемте. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела оформить карту Мегафона, но не могу определиться с выбором. Вы можете выбрать карту золотую или стандарт. Преимущество золотой карты – технология бесконтактных платежей NFC и возможность участвовать в программах лояльности Мастеркард. Если у вас тарифный план «Все включено» МЛ или ВИП, вы можете открыть ее совершенно бесплатно. У меня все включено, поэтому я выбираю уголок. Оформляем. Теперь пополнять счет карты я могу, просто закинув деньги на баланс телефона, а тратить их как на мобильную связь, так и на другие покупки. Предлагаю сразу же протестировать твою карту в ближайшем кафе. С удовольствием. До свидания. У карты Мегафона пять основных преимуществ. Во-первых, бесплатное обслуживание. Во-вторых, переводы другим абонентам Мегафона без комиссии. Даже если ваш друг находится за границей и остался без денег, достаточно просто пополнить ему счет мобильного телефона. В-третьих, возможность получить кэшбэк до 10%, оплачивая карты товара и услуги у партнеров проекта, среди которых магазины, кафе и онлайн-сервисы. В-четвертых, с картой Мегафон Мастеркард средства на мобильном счете могут приносить доход абонентам. 8% годовых начисляются ежемесячно при остатке на счете свыше 500 рублей. И в-пятых, кроме привычных средств защиты от Мастеркард, таких как чип, пин-код и CVV-код, Мегафон всем пользователям карты подключает бесплатную услугу блокировки неосознанных подписок. Таким образом, владельцы карт гарантированно защищены от нежелательных списаний с мобильного счета. Еще очень удобно, что на один номер, то есть на один счет, можно подключить до 10 карт. Я могу раздать их членам своей семьи и контролировать их расходы, например, через приложение Мегафон Банк. Карта будет полезна для быстрой оплаты работы фрилансеров и других представителей сферы услуг, например, няни или репетитора. Для привязки к мобильным приложениям, для иностранных граждан, которым завести карту в банке сложнее, а также в поездках за границу. Ну а я, пожалуй, воспользуюсь ею для покупок в интернете. Удобно, да и номер зарплатной карты светить не придется. На сегодня все. Используйте технологии себе во благо и упрощайте свою жизнь. Смотрите «Айти не обойти» на национальном телевидении «Чуваши» и на нашем канале в YouTube. А я с вами прощаюсь. Всегда на связи. Оксана Ачкасова. Субтитры подогнал «Симон»